Добрый день, с вами Пражский образовательный центр, меня зовут Анастасия и сегодня мы с вами подробно разберем, что такое нострификация, какие документы для этого нужны, сколько это стоит и каким образом происходит данный процесс. Нострификация – это процесс признания школьного аттестата о среднем образовании или диплома о высшем образовании и равноценном образовании, полученном в Чешской Республике. А если сказать проще, это признание вашего аттестата или диплома за границей. Для чего нужна нострификация? Нострификация является обязательным условием для поступления в чешские вузы. Процедура нострификации для аттестата и диплома отличается, поэтому мы с вами разберем оба варианта. И начнем мы с аттестата о среднем образовании. Для подачи вам нужны следующие документы. Это ваш аттестат о среднем образовании, приложение к аттестату, справка о количестве часов за последние 4 года обучения. Эти документы вы должны будете заверить и перевести у судебного переводчика на чешский язык на территории Чешской Республики. Далее вам необходимо заполненное заявление, которое вы можете скачать на сайте Пражского образовательного центра, справка о проживании на территории Чешской Республики, а также квитанция об оплате государственной пошлины в размере 1000 крон. Для студентов из Казахстана до приезда в Чешскую Республику необходимо сделать апостелирование аттестата. Если на момент подачи документов вам не исполнилось 18 лет, то вам нужно иметь доверенное лицо в Чешской Республике. С этим мы вам обязательно поможем. Весь пакет документов вы подаете в магистрат, который находится по адресу Юнгманова, 29, в центре Праги, рядом со станцией метро Мустык. Где находится магистрат? Это ровно 200 метров от метро Мустык. Итак, прошли 200 шагов, зашли вот в это здание, и на этом же этаже подаете свои документы в окно, где будет написано «ПОДАТЕЛНА». Просто приходите и отдаете в окошко свои документы. Администрация рассматривает документы в течение месяца, и после этого вам назначаются экзамены. Вам на почту приходит письмо с полной информацией об экзаменах и гимназии, в которые вы будете их сдавать. Как правило, вам могут назначить три экзамена. С перечнем тем, по которым вы сможете готовиться, вы можете ознакомиться на сайте школы или гимназии. На подготовку дается в среднем 2-3 недели. Экзамены проходят с интервалом в 5-7 дней. В редких случаях экзамены могут быть назначены в один день. Как сдаются экзамены? Устно или письменно? Это все зависит от гимназии, которую вам назначат. Ряд гимназий требуют сдачи экзаменов в устной форме, некоторые гимназии дают вам право выбора. Если уровень вашего языка будет еще не на достаточно высоком уровне для сдачи экзаменов, вам предоставляется возможность сдачи экзаменов с переводчиком. На экзаменах оценки не ставят, работает система «Сдал, не сдал». Результаты экзаменов известны в тот же день. После этого магистрат готовит документы о готовой нострификации в течение 3-х недель. Это все, что касается нострификации школьного аттестата. Теперь перейдем к нострификации диплома о высшем образовании. Для того, чтобы продолжить обучение на магистратуре или докторантуре, вам необходимо нострифицировать ваш диплом. Какие документы нужны для нострификации диплома о высшем образовании? Вам нужен непосредственно ваш диплом, а также приложение к диплому. Эти документы должны быть заверены у нотариуса и переведены на чешский язык у судебного переводчика. Далее вам нужно заполненное заявление, которое вы можете скачать на сайте Пражского образовательного центра, а также квитанция об оплате госпошлины в размере 3 тысяч крон. Стоит обратить внимание, что документы на нострификацию диплома о высшем образовании стоит подавать непосредственно в университет. Как только вы определитесь с вузом, вам необходимо написать в студенческий отдел университета, чтобы получить подробную информацию по вопросу нострификации. Нострификация диплома о высшем образовании занимает в среднем 1 месяц, а нострификация аттестата о среднем образовании занимает в среднем 3 месяц. Самое главное, не бояться экзаменов. У вас будет достаточное количество времени, чтобы подготовиться. А если у вас возникнут какие-то вопросы, Пражский образовательный центр всегда вам поможет. Ну что же, ребята, вы приехали в Чехию не просто учиться, но и становиться сильными, независимыми, самостоятельными людьми. И у вас все получится и подать документы, и сдать нострификацию. Но если возникнут какие-то вопросы или проблемы, пишите в инфосистему.